Шокирующее ЧП в Ростове. Там 15-летняя школьница умерла от анорексии. Девочка довела себя до полного истощения. Ее добровольная голодовка велась больше полутора лет. Сейчас родные и учителя винят во всем ярославских врачей. Подробности трагической истории узнала Елена Третьякова. Две фотографии. Люди на них вроде бы похожи. Только причина крайнего истощения противоположная. Голод, как показывает опыт последних десятилетий, все-таки тетка. Даже не тетка, а девочка. Именно девочки начинают морить себя голодом уже с 12 лет. Виной всему моду на нездоровую худобу. Врачи говорят об этом давно. Однако в юных умах сильная худоба и красивая жизнь продолжают оставаться синонимами. К сожалению, смертельная тенденция не обошла Ярославскую область. В Ростове-Великом от анорексии скончалась 15-летняя девочка. Она добровольно устроила себе голодовку длиной почти в полтора года. Путь к красоте начался в конце седьмого класса. Маша решила удивить всех и резко похудела. Она за лето похудела на 12 килограмм. Она очень этим гордилась. Для всех это шок. То, что она худела, мы все прекрасно видели, все с ней разговаривали. Но однажды нам психолог сказал, я вас очень прошу, закройте эту тему, с ней не разговаривать, как будто ничего не происходит. Вы сюда не лезьте, вы не понимаете, что это такое. Это не ваша проблема, вы не поможете ей никак. Это слова психолога. Почему девочка решила стать худой, непонятно. Толстой Маша не была никогда. Она росла жизнерадостным, абсолютно нормальным ребенком. Именно таким подросткам, по словам детских специалистов, чаще всего и ставится диагноз анорексия. Только в Ярославской области за последние пару лет были выявлены 4 случая заболевания. Специалисты считают, что это очень большой показатель. Если раньше о проблеме кахексии мы знали, например, стран третьего мира, на примере стран с низким социальным, экономическим уровнем. При внешнем благополучии, при тех экономических и социальных условиях, которые мы имеем на сегодняшний день, таких детей быть не должно. Это не гражданская война, это гражданской войны таких детей не было. Нельзя все свалить только на педиатра. Прежде всего, это роль семьи и роль того, что мы видим с экранов и средств массовой информации. Если врачи перекладывают ответственность на родителей, то семья видит причину летального исхода в некомпетентности медиков. Погибшая девочка лечилась в больницах и Ростова, и Ярославля. Родители неоднократно консультировались со столичными специалистами. Однако положить девочку в московскую клинику не успели. Я считаю, что виноваты врачи, прежде всего, которые не имеют лечить это заболевание. В частности, наши Ярославские. Время, она лежала в МПЗ в больнице. Ее выписали оттуда, якобы с прогрессом. Какой там был прогресс, никакого прогресса там не было. Сейчас по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Причиной смерти явилась кардиомиопатия при расстройстве питания, тяжелая элементарная дистрофия и сопутствующая атипичная нервная анорексия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются виновные в развитии ситуации, приведшие к гибели девочки. Также в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, обязанных заботиться о здоровье, физическом и психическом развитии ребенка. Часто подростки худея пытаются привлечь к себе внимание. Однако это не Маша на истории. Погибшая девочка была отличницей, официально признанной лучшей ученицей года, всеобщей любимицей. Родители Маши были в разводе, но дочь обожали. Очень амбициозная, всегда достигала поставленных целей. Когда решила похудеть и стать модной, остановить ее уже не мог никто. Путь к подростковой красоте для девятиклассницы закончился в палате реанимации 13 декабря. Маша до сих пор улыбается со своей страницы в социальных сетях. А ее статус – как напоминание другим девочкам, мечтающим об идеале, любой ценой. Елена Третьякова, Александр Рябков, Сергей Чекмарев. Спасибо.